всем привет и в этом видео я бы хотел показать как правильно двигать объекты вернее не то чтобы как правильно на каждый случай вам может понадобиться разные виды движения в одних движениях например инерция затухает в других продолжается в третьих она ускоряется в общем для разных видов объектов нам нужны разные движения это уже отдельная тема я бы хотел поговорить как правильно двигать объекты то есть двигать их в апдейте или двигать их fixed апдейте если вы двигаете с помощью физики то конечно же нужно двигать fixed апдейте но иногда бывает проблема например нам нужно получить вот с клавиатуры или какой-то вот с мышки вот мы можем получить в апдейте то есть мы просто берем получаем вот но проблема в том что нам нужно двигать объект после ввода то есть если мы нажали кнопку объект должен двигаться проблема в том что если мы поместим ввод fixed апдейт у нас скажем мы можем пропускать иногда вот потому что вот fixed апдейт работает каждая 002 секунды по стандарту поэтому просто так fixed апдейт мы не можем поместить условия например в данном случае у нас условия если нажата левая кнопка мыши если мы поместим вот это условие если нажата левая кнопка мыши давайте пока скопируем сюда для примера то мы хотим двигать объект пока что не важно как мы двигаем объект я хочу показать сам принцип вот если мы поместим fixed апдейт то мы будем пропускать ввод мышки то же самое мы будем пропускать ввод клавиатуры и так далее если же мы поместим в апдейт вот это условие то у нас другая проблема у нас скорость которая через rigidbody будет даваться она будет даваться не постоянно она будет зависеть от фреймрейта вашего компьютера или устройства поэтому так тоже делать нежелательно как же нам поступить мы можем сделать альтернативную вещь и принимать ввод в апдейте а двигать fixed апдейте как используя флаг например в данном случае я использую флаг can move и если нажата кнопка левая мыши тогда мы можем двигаться если она не нажата мы не можем двигаться дальше от этого условия если мы можем двигаться мы будем двигаться в данном случае пока что некоторые вещи не реализованы но самая важная вещь что мы можем двигаться вот используя вот эту строчку также вы могли заметить что у меня fixed апдейте используется time delta time я читал что в документации говорится что мы можем везде использовать именно time delta time на самом деле если мы используем fixed апдейте нам по идее нужно делать time fixed delta time потому что у нас одинаковые промежутки между кадрами то есть мы хотим одинаковые промежутки между кадрами потому что мы по одинаковому двигаем объект но вы можете смело писать delta time потому что unity сама преобразует это в fixed апдейт если она находится вернее fixed delta time если она находится в fixed апдейте и просто в delta time если она находится в апдейте то есть я читал что она автоматически преобразуется поэтому с этим проблем быть не должно вот в принципе все что я хотел здесь указать надеюсь это было полезно всем пока